Русский дом. Аромат леса в вашем новом доме. Время итогов на ННТВ. Сейчас обсудим самые заметные события и поговорим о главных темах. Здравствуйте. В студии Андрей Шамина. В прямом эфире программа «Объективно. Итоги недели». Сейчас расскажем о том, что удивило, а что заставило задуматься. Вот, кстати, какой была эта неделя глазами журналистов ННТВ. То 25 томов ни о чем. Уголовное дело на врачей Сосновской районной больницы на пятый год процесса закрыто по отсутствию состава преступления. Что это было? Ошибка или халатность органов? Выяснял Алексей Александров. Пока снег скрывает следы криминального капремонта кровли, а весной опять не обойтись без прокурорской проверки. Детективные истории ремонта крыш в Нижегородской области расскажет Сергей Щеплягин. Миллионы научных исследований. Сумеют ли нижегородские ученые использовать эти деньги во благо, расскажет Екатерина Снабкова. Все и лучшее детям. В деревне Бешенцево Преокского района спортивная площадка пугает своим внешним видом и чревато травмами для любителей физкультуры. Подробности в материале Антона Ганина. К ее ногам десятки миллиардов долларов, тысячи стихов и песен. Как Олимпиада в Сочи будоражит страну, расскажет Ксения Доринова. Кому-то первая полная рабочая неделя в году запомнится томительным ожиданием выходных. Но для врачей Сосновской ЦРБ эти рабочие дни стали самыми долгожданными за последние несколько лет. И на этой неделе они не работали, порхали. Впервые за 4 года эти люди оказывали медицинскую помощь без статуса подозреваемые. Им больше не надо выбирать, куда идти на очередной допрос, в суд или к больным. Уголовное дело против 14 медиков Сосновской ЦРБ, которых обвиняли в том, что они якобы приписывали себе лишних пациентов, чтобы получить больше денег, закрыто за отсутствием состава преступления. Но после того, как в прокуратуре признали, что преступления не было, и казалось бы, в этой истории должна появиться долгожданная точка, а нет, до финала еще далеко. Алексей Александров узнал, почему. Уголовное преследование в отношении вас прекращено по основанию предусмотренному пункта 2, часть 1, статьи 24 УПК РФ, отсутствие в деянии состава преступления. Этих слов 14 врачей Сосновской ЦРБ ждали 4 года, с октября 2009-го, с первых допросов. Их обвиняли в незаконном получении своей собственной зарплаты. На вопрос, как это возможно, следователи не отвечали, но упорно пытались в действиях врачей найти хоть какой-то криминал. Не нашли. Извещение об окончательном закрытии уголовного дела они получили 31 декабря, за несколько часов до Нового года. Для нас самый большой подарок. Вы не представляете, сколько мы пережили эмоций, сколько мы отдали здоровья в течение тех 4 лет. Я не говорю уже о материальных издержках, сколько мы израсходовали денег. А израсходовали действительно много. Квитанции за оплату услуг адвокатов все это время сохраняли. Суммы у всех разные, но вполне сопоставимые. Я заплатила за 38 месяцев своей защиты адвокатам 288 500 рублей. Если разделить, получается по 7 600 рублей в месяц. Теперь врачи будут добиваться реабилитации и компенсации морального и материального ущерба. Сейчас они благодарят всех, кто верил в их невиновность. За 4 года процесса просили поддержки и у губернатора Шанцева, и у министра здравоохранения Корцевского. И в руководстве области, и в Минздраве признавали абсурдность надуманного обвинения. И посылали запросы сосновским следователям и прокурорам. А Нижегородский уполномоченный по правам человека Василий Ольнев по сосновскому делу дошел даже до замминистра МВД России. Правозащитник говорит, теперь вместе с врачами будут добиваться наказания тех, кто оклеветал докторов. Дело завели не по обращению граждан, а по рапорту оперуполномоченного полиции. Надо будет, наверное, рассмотреть вопрос о том, подпадают ли действия тех, кто составил рапорт липовый о якобы вот таких хищениях, на основании которого и было возбуждено дело под 306-ю статью Уголовного кодекса. Это ложный донос. Сейчас врачи боятся, что процесс реабилитации тоже будут затягивать. Извещение о закрытии дела датировано 23 декабря, но сегодня 17 января, и врачи еще не получили копию постановления следователя, без которого нельзя подать на реабилитацию. Так что сколько им томиться в ожидании окончательной развязки, пока не ясно. Алексей Александров, Сергей Пермовский, Ирнат Бигбаев. Из Сосновского района. Объективно. Итоги недели. ННТВ. На этой неделе столбики термометров наконец-то опустились ниже ноля. Зима снова вернулась к нижегородцам. Правда, обещанных минус 20 мы, к счастью, пока не дождались. Крещенские морозы и те этой зимой пока не трескучие. Больше всех морозом обрадовались те, у кого этой зимой с крыши капает. Проблемы текущих крыш обычно напоминают о себе весной, летом, осенью, но уж никак не в январе. Так что эта зима в своем роде уникальна. Она так и не смогла отложить до весны копель, с которой никак не могут справиться коммунальщики. Более того, из плоскости сугубо коммунальной эта копель плавно перетекла в плоскость юридическую. Дуки не смогли залатать крыши, зато придумали свое решение в духе «я не я» и «крыша не моя». Сергей Щеплягин выяснял подробности этой детективной истории. Жителю Дзержинска Андрею Митрофанову и Нижегородке Марине Горячевой в пору играть в одном и том же сериале. На коммунальную тему, конечно, в жанре детектив. Пусть дома и разные, зато проблема одна и та же. Хождение по мукам в поиске справедливости в городе Химиков началось еще с 2009 года. Спустя пару лет домоуправляющая компания под названием «Домовой» потратила более миллиона рублей на так называемый капремонт кровли, после которого жители остались в шоке. С гнилыми стропилами, с гнилой решеткой и на старый журобероид положен шифер. И даже на оцинковку просто без замены обрешетки и без замены несущей конструкции. Удивились и надзорные органы. Крыша, честь не перестала и продолжает угрожать жизни и здоровью собственников квартир. Все стены, все под обоями, все в потеках и трещины. В мае 2012 года мы нанимаем экспертизу. Экспертиза проводится Центром экспертизы и оценки. Экспертное заключение у нас есть на руках. Данное экспертное заключение было предоставлено в суд. Суд прошел 16 августа 2012 года полностью в нашу пользу, однако решение суда не выполняется и на сегодняшний день не выполнен ни один из пунктов данного решения суда. Пока работали представители Фемиды, коммунальщики сделали ход конем и начали заметать следы. Управляющая компания «Домовой», которая входит в крупнейшую группу компаний «Дзержинска», «Управдом» неожиданно отделяется и становится самостоятельным «Дуком», правда на балансе которого теперь только ветхие дома, многомиллионные долги и отсутствие каких-либо ресурсов. Теперь взять с них просто нечего. А директор «Домового» Яна Виноградова, видимо, вошла в роль агента спецслужб. В ход пошла неплохая конспирация. В группе прикрытия сотрудники «Дука». Скрываться от жителей до кучающих журналистов лучше всего за забором с колючей проволокой. Сейчас директор управляющей компании отсиживается в коммунальной крепости. Черная схема работы «Дуков», по всей видимости, в «Дзержинске» налажена профессионалами своего дела. Им суд говорит, вы нарушаете закон, а в ответ – рокировка. Жители в итоге оказались крайними и по-прежнему с дырявой крышей над головой. В похожей ситуации оказались и жильцы 10-ти этажки 26-я по улице Горная Приокского района Нижнего Новгорода. Вот приходится два раза в день вычерпывать водичку, иначе невозможно. Эта вся вода потекла бы ко мне в квартиру. К таким добровольно-принудительным процедурам жители верхних этажей уже привыкли. Без этого в собственных квартирах водопад с потолка обеспечен. Кровля, на которой не задерживается влага, в плащевном состоянии уже не первый год. Жители безуспешно добивались от дука ремонта, наконец-то частично его получили. Правда, признаются, стало еще хуже. Вода в квартиры потекла стремительнее. 18 декабря у нас была ужасная протечка. У меня было, вот видите, стоят ведра, тазы, 20 ведер с водой. Соседи даже приходили на помощь, и я затопила девятый этаж. Оказывается, некачественная работа коммунальщиков обошлась всему. Дому в копеечку. Деньги со счета ушли все и моментально. Прямо как в лучших криминальных драмах. Местным жителям теперь ничего не остается, как опять начинать круговорот обращений во всевозможные инстанции. У нас есть очень много отписок. От Белова, от Карагановой жилищной инспекции, от Селиверстова три отписки, от Рыбакова. Очень много у нас отписок, и отписки, вот этими всеми отписками, можно покрыть нашу крышу. Тем временем домоуправляющая компания Преокского района, подкрепившись поддержкой местной администрации, пока готова только в очередной раз пообещать, мол, послушайте, что будет в следующей серии. Они были на приеме у главы администрации, то есть наш главный инженер. Им было сказано, обещано, что в 2014 году им полностью будет проведен капитальный ремонт кровли. Потому что то, что мы могли, мы сделали. Жители с улицы Горная ждут с нетерпением вторую часть долгоиграющей коммунальной новеллы. А еще больше, конечно, хорошего финала для себя. Может весной и летом все разрешится. А вот на проспекте Дзержинского в хэппи-энд уже не верят. И готовы идти за новым сценарием, только уже в приемную Владимира Путина. Сергей Щеплягин, Ренат Бегбаев, Алексей Завылов и Михаил Гордняков. Объективно. Итоги недели. ННТВ. Нижегородские ученые на этой неделе обсуждают новость, которая действительно заставила задуматься. Наука в России в целом и в Нижегородской области в частности переходит на новую систему финансирования. Правительство сделает гранты основным источником финансирования фундаментальных исследований. Чем это обернется для ученых? Избавит ли высокую науку от гнета бизнеса? И повысит ли конкуренцию среди наиболее отдаренных специалистов? На этой неделе первый грант от Владимира Путина уже получили в Нижегородском политехе. Екатерина Снабкова получше присмотрелась к новой системе. Нижегородская область В других странах, таких как США, Германия и Япония, оно уже налажено. А вот Россия до сих пор живет на его импорте. При этом и транспортировка газа очень опасна, высока вероятность взрыва. Поэтому нижегородские ученые решают собрать генератор, дающий такой газ непосредственно на производстве микроэлектроники. Типа вот такой примерно реактор, мы сейчас его модернизируем немного, из нержавеющей стали, то есть все там высокие требования по частоте предъявляются, значит, вещества не должны взаимодействовать. Этот прибор будет небольших размеров, всего в метр в высоту, говорит профессор. В лаборатории пока еще нет опытного образца, хотя имеется компьютерное изображение в 3D формате. Здесь главное внимание уделяет безопасности и экологичности. Она будет полностью герметичная, и внутри будут установлены датчики, которые будут идентифицировать, есть ли утечки. А снаружи это внешние элементы управления, и пока они вот так вот в навесном состоянии. Уже в следующем году генератор будет готов. Им однозначно заинтересуется и в Нижнем Ногороде, и за рубежом. Все это стало возможным благодаря президентскому гранту. Правда, говорят лаборатории, сначала пытались найти частного инвестора, как в принципе делается во всех высокоразвитых странах. Однако столкнулись с непониманием. Видимо, частный капитал в России пока не готов к таким предложениям. Об этом говорят и экономические эксперты. Затраты в науку очень непредсказуемые и долгосрочные, и большие. Поэтому для частного капитала это всегда сложное решение. А вот согласно рейтингу, проведенному ЮНЕСКО в 2012 году, даже Израиль вкладывает науку в 4 раза больше, чем Россия. Нас опережают и Тунис, и Эстония, и даже кризис на Италии с Испанией. Наша страна лишь на 32 месте. А на этой неделе президент Путин объявляет, что все научные исследования переходят на грантовое финансирование, то есть прямого начисления средств им теперь не видать. В Политехии эта лаборатория следующие два года может жить спокойно. Путинских миллионов хватит как раз на этот срок. Екатерина Снапкова, Максим Веселов, Алексей Калякин, Михаил Городников. Объективный итог недели ННТВ. Ну вот пока наука занималась высокими материями и обсуждала пути собственного финансирования, в области на этой неделе обсуждали проблему кадров. Ресурсные центры, которых в регионе открыто уже 14, ежегодно готовят более 4000 специалистов в год. Развитие науки рано или поздно дает экономический рост, и инновационные производства, которых сейчас появляется все больше и больше, специалистам сегодняшнего дня предъявляют новые требования. А этих специалистов где-то надо еще и подготовить. Сейчас подготовку и переподготовку в Нижегородских ресурсных центрах проходят по 60 профессиям и 40 специальностям. Варвара Ермакова оценила уровень специалистов. Мир наводнили юристы и экономисты, но сейчас у современных старшеклассников наконец-то стал появляться выбор. Если от слова офис воротит, а бумажный мусор уже сидит в печенках. В Нижегородскую область это ваш выбор. Ведь именно здесь с 2007 года стали появляться первые ресурсные образовательные центры. Сейчас их 14, вас научат быть машиностроителем, радиоэлектротехником, педагогом и даже работником атомной промышленности. Как знать, может быть, будущее ждет вас уже за этой дверью. Конечно, это всего лишь аллегория, и входные двери в этих ресурсных центрах разные. Да и внутри обстановка кардинально различается. Вот, например, самое веселое. В Нижегородском педагогическом колледже учат быть учителями, Чтобы стать классным руководителем, во всех смыслах этого слова здесь созданы все условия. В одном зале – будущие информатики, в другом – любимчики шкалеров в физкультурнике. А это не учительское будущего, а кабинет психологической разгрузки для дошкольников. Это очень здорово, очень нужно. Также здесь можно будет проходить и практику, и вообще все на свете, и это очень здорово. Вообще, веселье, креатив присущи абсолютно всем ресурсным центрам, созданным в Нижегородской области. Это своим примером доказывают суровые заволжские сварщики. И челябинцы, а вам слабо? Новый классный тренажер для сварки, 3D-маски, никакой запарки. Впрочем, если вы подумали, что в образовательных ресурсных центрах маловато учебного процесса, вы жестоко ошибаетесь. Половина здесь настоящей ботаники от науки, ведь ставку губернатор Валерий Шанцев делает прежде всего на подготовку кадров для потребностей инновационной экономики. Звучит серьезно? Так оно и есть. В 2011 году Нижегородская область стала победителем российского конкурсного отбора региональных программ модернизации профессионального образования. Пришел заказ, победил на рынке. Тебе нужно увеличить объем производства. А нужного количества кадров, высокой квалификации нет. Что делать? Идти в ресурсный центр. И там проводить переподготовку кадров, которые работают уже на предприятии. Или с помощью службы занятости привлекать тех, кто свободен на рынке труда. И опять-таки проводить переподготовку, переобучение. Эксплуатация электронной техники, монтажник технологического оборудования, а с этого года даже специалист в области противоракетной и противовоздушной обороны. Это стало возможным благодаря старту новой программы. Между прочим, безоговорочного лидера теперь уже федерального конкурса программ модернизации образования. Очевидно совершенно, что нужно модернизировать эту систему. Мы большим удовольствием приняли участие в конкурсе и стали финалистами российского конкурса на реализацию пилотных проектов так называемого дуального образования. Тогда, когда получается одновременно общеобразовательная практика и подготовка профессиональная ведется. Думаем, что это хорошее направление. Кстати, все обучение для студентов бесплатно. Центры финансируются пополам правительствами и работодателями. Это предприятия, которые заинтересованы в высококвалифицированных кадрах. Ну или высококвалифицированных речниках, если речь идет о городецком ресурсном центре для будущих судоводителей. Мало того, что подготовить. Только так их можно привлечь, потому что в какое-то старое грязное помещение не каждый захочет прийти учиться. А здесь, на этих тренажерах, в этих стенах, я надеюсь, что мы наберем необходимое количество сотрудников. Управлять кораблем в условиях ограниченной видимости или даже на максимальной скорости проходить по фарватере благодаря специальному тренажеру они все умеют к 15 годам. Вот так выглядит «Волга» в районе Казани по навигационным приборам капитанского мостика. За штурвалом курсант Николаевичев. Задача в условиях ограниченной видимости пройти участок пути и, конечно, не столкнуться со встречным судном. Курс 85 по гиркомпасу. На полном ходу идем. Хотя это так-то запрещено, но чтобы побыстрее пройти, вот сейчас идем. За штурвал встает и глава региона. Капитан Шанцев с задачей справляется. Полный вперед. Передать управление на ходовой мостик. Вот здесь вот боксер, можно ориентироваться. Значит, тренажер может настраиваться таким образом, чтобы имитировать погодные условия. Еще один инновационно-образовательный кластер для подготовки специалистов в технических профессиях вскоре появится в заречной части Нижнего Новгорода. Практика уже показывает. Верным курсом идем. Варвара Ермакова, Алексей Александров, Анастасия Рябова, Михаил Гордняков, Ренат Бикбаев. Объективные итоги недели ННТВ. Не переключайтесь. Вот о чем мы расскажем в самом конце нашей программы. Жизнь как чудо. В полуразрушенном селе Чкаловского района в Крещенскую ночь ожидают тысячи верующих. Вода течет, источник из подножия, где стоял храм. Наверное, из-за этого еще во многом где намолены. О том, как обычный дачник восстановил церковь со святым источником, смотрите в специальном репортаже нашей программы. В эфире «Итоги» и мы продолжаем. На этой неделе Зенитла Белелединов объявил в состав Олимпийской сборной России по хоккею. Слухи о том, что Ковальчук может оказаться за бортом сборной, не подтвердились. Зато долгое время сохранялась интрига с вратарем нашей сборной. Нижегородский спорт пока еще далек от околоолимпийских спортивных сенсаций. И чтобы сократить это расстояние, мы открываем специальную рубрику, которую называем «Вперед за Нижний». Нижегородских спортивных болельщиков на этой неделе будоражили новости от «Торпедо», чего только стоит победа над «Борысом». Еще в начале игры в расположении «Борысы» заявили, что будут играть по бразильской системе. «Торпедо» забьет сколько сможет, а «Борыс» сколько захочет. Это заявление дорого стоило команде из Казахстана. Разгром 7-2. И по мнению большинства экспертов, «Торпедо» уже отвоевало себе место в плей-офф в этом сезоне. Григорий Ажигин открывает нашу предолимпийскую рубрику «Вперед за Нижний». По итогам отыгранных в 2014 году матчах «Нижегородская торпеда» лидирует по количеству забитых шайб среди всех команд континентальной хоккейной лиги. 29 голов в 6 встречах. Самые результативные в составе «Торпедо» в 2014 году – «Сакари Салминин», «Войтек Вольский» и «Денис Паршин». На их счету по 4 гола. Три шайбы забил Максим Потапов. По два раза отличились Вадим Краснослободцев, Ярко Иманин и Владимир Денисов. «Торпедо» в лидерах по выигранным матчам в январе. 5 побед, одна по булитам. Показатель лучше только у «Магнитогорского металлурга». 5 чистых побед. Автозаводцы в 2014 году уже заработали 14 очков. Больше только у той же «Магнитки» – 15 очков. На данный момент финский легионер «Торпедо» Иоса Хиетанин входит в четверку лучших защитников бомбардиров лиги. На его счету 24 очка. На этой неделе состав «Торпедо» пополнили сразу три новичка. В бело-синих цветах теперь будут выступать 29-летний экс-нападающий питерского «СКА» Евгений Скачков и 32-летний канадский центр «Форвард». Чемпион мира 2003 года Крис Каланас, который имеет богатый опыт выступлений в НХЛ. Также под флаги «Торпедо» встал чемпион мира среди юниоров 2004 года, обладатель лучшего коэффициента надежности на Кубке губернатора 2010 года – вратарь Иван Касутин. «Торпедо» после 44 матчей шестого сезона КХЛ досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. В оставшихся десяти необходимо закрепиться на высокой строчке западной конференции. На данный момент наиболее реальный соперник «Торпедо» в одной восьмой Кубка Гагарина – уфимский Салават Юлаев. Но до конца регулярного чемпионата еще можно решить вопрос права домашней площадки. Эти данные без учета пятничного матча. Об игре с «Северсталью» торпедовцы вырвали победу в овертайме 5-4. Но вот хоккеистам из поселка Бешенцево в этом сезоне так и не удалось решить вопрос с домашней площадкой. Какие уж тут выходы в плей-офф, какая уж тут Олимпиада, если просили хоккейную коробку, а им вместо нее гнилушки из соседнего двора привезли. Олимпийский запал в этом поселке постепенно затухает из-за безразличия чиновников. Антон Ганин отправился искать справедливость. Жители деревни Бешенцево с нетерпением ждут начала зимней Олимпиады. Спортивный настрой – это здорово. Им бы еще и воспользоваться. К тому же здесь начали монтировать спортивную коробку. Для этого пришлось даже засыпать местный пруд. Вразумить рабочих, что так строить нельзя, пытались даже неподкованные в строительстве местные жители. Когда стали делать, я подошла и говорю, товарищи, вы что тут безобразие делаете? А это, говорит, нам сверху. Поставили вот здесь ящик водки, переоделись и начали ставить. Отойдите, женщины. Я говорю, здесь людей придавят. Там вообще оно уже падает. Это вот сейчас хорошо, что благо дело, что снегом завалило. А то было, это вообще панография. Кстати, глухой деревней Бершенцево не назовешь. Это Превокский район Нижнего Новгорода. На 300 домов почти тысячи жителей. Плюс рядом поселок Луч и деревня Ольгина. Поэтому заниматься спортом есть. Кому можно смело собрать несколько хоккейных, ну или футбольных команд. Жаль, что во время съемок все в школе. После учебы им остается просто болтаться по улице. Тренироваться здесь просто опасно для жизни. Такая конструкция больше напоминает карточный домик. Все сделано криво. Словно строители ошиблись, и место помойки выгрузили мусор здесь, если пили коробку для отчетности. Сейчас, как вы видите, она до конца не сделана. Подготовки никакой совершенно не было. То есть данные борта, какой-то подрядной организации. Мы не видим ни ограждения, что ведется строительство, ни вывески. То есть прям на мерзлую глину начали монтировать борта. Стойки. То есть стойки не забетонированы. Вот это все вот было оттепель предновогодняя. Вон там уже борта начали падать. Площадка вполне дополняет существующий архитектурный ансамбль. Напротив, филиал 158-й школы. Ее закрыли пять лет назад. Сейчас здание просто разрушается. Причем местный активист. А по совместительству руководитель детского центра Юнга не раз обращался в администрацию района с просьбой отдать объект по спортивной секции. Когда получил отказ, стал строить планы на новые спортивные объекты. Даже проект подготовил. Здесь запланирован современный безопасный комплекс спортивный, который включает в себе две площадки, современные две площадки с пластиковыми бортами, с резиновым покрытием. Для организации здесь массового спорта, приглашения специалистов, чтобы данная окраина, криминальная некогда окраина, все-таки обрела место досуга для детей, для молодежи. В администрации Плекского района подтверждают, коробка слегка АБУ ее демонтировали с другого двора. И работы по ее установке не завершены, из-за того, что грунт не успели подготовить. Эта коробка была снята с другого места расположения и должна была туда просто переставиться. Но туда новая хоккейная коробка не приобреталась. А сейчас мы планируем сделать новую площадку. Обращался ли в администрацию района местный житель, там, инициативная группа какая-то из Бешенцев, который предлагал свои решения? Я вам хочу сказать, что ни один из вышеперечисленных жителей не обращался в администрацию Плекского района. То есть о каких-то там разговорах, что они сами это сделают, речи не было. Когда в деревне Бешенцево появится спортивная площадка, пригодная для хоккея и футбола, пока неизвестно. Обещают, что это будет конец 2014 года. Как бы за это время у подрастающих спортсменов олимпийский запал не перегорел. Антон Ганин, Алексей Завелов. Объективно, итоги недели ННТВ. После того, как огонь Сочинской Олимпиады пробежал, в прямом смысле слова, по Нижегородским улицам, цена на олимпийские факелы в России серьезно подскочила. Каждый факелоносец еще до начала своего этапа мог выкупить факел буквально по себестоимости за 12 800 рублей. И тем самым навсегда оставить себе память о сочинских играх, как, например, сделала одна из участниц эстафеты Галина Клочкова, которая и предоставила нам этот уникальный экземпляр. Он достаточно тяжелый, от него еще пахнет газом, и на нем даже сохранился нагар от олимпийского пламени. Но кое-кто из бегунов решил заработать на эстафете олимпийского огня. Вот это объявление на одном из сайтов появилось буквально после нижегородского этапа эстафеты. Некий факелоносец пытается перепродать точно такой же факел за 200 тысяч рублей. Столь высокую цену он объясняет тем, что бежал эстафету в Нижнем Новгороде в Рождество. И олимпийский огонь принимал не от кого-нибудь, а от олимпийской чемпионки. Объявление обещали снять, как только факел будет продан. И судя по тому, что оно пропало, можно сделать вывод, что кто-то все-таки купил вот такой сувенир за 200 тысяч. Но, как выяснил наш корреспондент, у Олимпиады в Сочи есть и совершенно бескорыстные поклонники, не лишенные здоровой гордости за игры, которые мы заслужили. Нижегородец на этой неделе отправил в Олимпийский комитет свой вариант олимпийского огня. Ксения Доринова заслушалась. Олимпийские ветры Калышат знамена Всюду символ пяти Разноцветных колец Пусть танцуют в огнях Черноморские волны И над Сочи горит Олимпийский венец Трогательные кадры, приятные слуху, мелодия и мужской голос. Кажется, в песне есть все, чтобы покорить сердца миллионов. Стас Михайлов со своим сладким баритоном И Олег Газманов с неудержимым патриотизмом Просто школьники. А сейчас ваши эмоции достигают вершины. Поверьте, особо тонкие натуры уже рыдают. Вот он, автор-исполнитель Александр Безяев. Бизнесмен, иногда поэт и поклонник Олимпиады в Сочи. Свою преданность этому празднику спорта и всего остального Выразил, как умел, песней. И он такой не один. В сети найдете не менее тысячи олимпийских песен, Написанных родовыми россиянами. Мы все редакции слушали самодеятельность И с уверенностью заявляем, Хит Александра Безяева – почти шедевр Олимпийского музыкального творчества. Россия, Сочи, Олимпиада Пусть будет праздник, пусть будет мир Текст песни и мелодия родились в 2008 году После решения Олимпийского комитета О проведении Олимпиады в нашем Сочи. Пока Безяевская песня лежала в Безяевском столе, Страна искала таланты, которые могут написать Два куплета патриотизма и любви к спорту. А для создания гимна Привлекали Олега Газманова, Александру Пахмутову И много других известных авторов. В итоге гимн написал Карен Кавалериан. Вот, пожалуйста. Игры, которые мы заслужили вместе с тобой Своё детище Александр Безяев тоже отправил в Оргкомитет Олимпиады. Ответа пока не дождался, но очень бы хотел, чтобы она прозвучала там За 2000 километров через три недели в Олимпийском Сочи. И дело, похоже, не в амбициях. Я хотел создать что-то такое спортивно-патриотическое. Сам занимался спортом. Вот, всегда болею за наших спортсменов. И мне хочется, чтобы мы все во время Олимпиады Как-то поддержали все наши спортсмены вне зависимости от того, насколько яркими будут их выступления. Сам Александр Безяев на Олимпиаду в Сочи не поедет. Билетов уже не купить и номеров в гостиницах нет. Зато услышит по телевизору. Давай, Россия, давай, красиво. Или как там, игры, которые мы заслужили вместе с тобой. Неважно. Давайте лучше послушаем олимпийскую песню по-нижегородски. Сделайте погромче. Воспари над землей Олимпийская песня Олимпийское солнышко Ярче гори Над великой страной Чтобы были мы вместе В сердце пламенных стартов И жаркой борьбы И еще разок для тех, кому понравилось И чтобы после сюжета непроизвольно напевать Вперед, Россия Честь и слава Мы верим в то Что победим Ксения Доринова, Сергей Таиров Объективно. Итоги недели ННТВ Эта неделя заканчивается настоящими январскими морозами В крещенскую ночь, суббота на воскресенье Десятки тысяч нижегородцев По традиции окунаются в ледяную воду Места для массовых крещенских купаний Организованы и практически на всех водоемах региона Но небывалого людского потока Ожидают в эти дни в полуразрушенном селе Фомино Чкаловского района Здесь уже шестой год проходят службы в церкви Которую восстановил Вы только представьте себе Обычный дачник У подножья церкви бьет источник Верующие считают, что именно благодаря ему Сюда приезжают люди со всей округи Из Чкаловского района Специальный репортаж Ирины Чалой Он приходит сюда практически каждый день Потому что всегда есть какая-то работа Родом Петр Костерин не из этих мест Но село Фомино уже считает своим Если восстановил церковь, куда уж роднее Колокол заказывал и привез с Воронежа Говорят, один из лучших мест, где льют колокола Действительно, колокол очень такой Все в восторге от него Проект для новой церкви Костеринский, авторский Он все-таки строитель по образованию Но возводить это здание было все равно непросто Приходилось продумывать помещение все И увязку алтаря Центрального входа То есть вот притвор Это считай три стены Они завязываются с средней стеной Четвертая Две еще этих Пятая, шестая Средняя еще седьмая Там еще одна восьмая, девятая Десять, десять стен На церковную службу приходит до двухсот человек Как умещаются, одному Богу известно Правда, происходит это два раза в год На Казанскую в престольный праздник И на крещение Когда мы приехали в Фомино Увидели пустые улицы Сейчас здесь всего три жилых дома Только летом село оживает Дачники и помогали возводить церковь Вместе решили установить рядом этот камень От фундамента старой церкви Казанской иконы Божьей Матери Ее, возведенную в 1875-м Разрушили в 1936-м Ее уронили По сути дела подожгли Вот обкопали сваи деревянные Выбивали местами кирпич Под клет делали, поджигали Она упала потом вся А ведь храм был необычным Позапрошлым веке под его алтарем Забил источник Уничтожили церковь Пропал источник А сейчас вот он Пробился на свет только несколько лет назад Когда мы приехали Я попробовал вот этой воды Меня она как околдовала То есть я не хотел даже здесь И дом покупать Но видимо, наверное, то, что Вода течет Источник из подножия Подножия, где стоял храм Наверное, из-за этого Еще во многом Где намоленная Она является Не просто Святой Но является еще и чистейшей Наверное, поэтому В село Фоминочка Из Галовского района На крещение приезжают Тысячи людей Из окрестных районов Из Нижнего И других областей И с каждым годом Народу все больше Ирина Чава Михаил Гордников Объективно Итоги недели ННТВ Такая неделя Такие итоги Такую эту неделю Увидели мы Журналисты ННТВ Рассказали вам О том, что готовит Неделя грядущая Узнаем из новостей На телеканале ННТВ Звоните нам Пишите нам Расскажите о том, что волнует Именно вас И мы обсудим это В нашем эфире На этом все До встречи через неделю И смотрите на вещи Объективно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова